Всем привет! Я часто слышу, какой Том Круз крутой! Он такой крутой, что даже сам делает трюки к своим фильмам. Когда Том Круз стал продюсером первого фильма «Миссия невыполнима», он настоял на том, чтобы он сам выполнял все опасные трюки. С тех пор, как мне кажется, он стал адреналиновым наркоманом, в хорошем смысле этого слова, и испытывает себя по полной в каждом своем новом фильме. К примеру, на съемках фильма «Миссия невыполнима. Последствия» он научился управлять вертолетом, а также полетал на нем, ухватившись за его раму одной рукой. Том Круз 106 раз прыгнул с парашютом ради нескольких кадров для фильма, и это после того, как он уже успел сломать ногу. Нечто подобное случалось и в других фильмах этой франшизы, где он неоднократно подвергал свою жизнь риску. Вам покажется, что это немножечко не по теме, но я напомню, что Том Круз дрыгал ногами в своей «Миссии невыполнима». А также культяпками в фильме «Джек Ричард». Поэтому это наша тема. Итак, как утверждается, Том Круз выполняет все свои трюки в фильмах сам. Почему это выглядит как говно? Да потому что это и есть говно. Нельзя просто так взять и повесить мировую звезду снаружи самолета. И взлететь. Но Том настаивал, что хочет полететь снаружи этого самолета. Мы знали, что нам нужен какой-то трюк. Кристофер Макула, сценарист и режиссер. Причем очень зрелищный. Это необходимый элемент фильма в «Миссии невыполнима». Надо было не отстать от прошлых фильмов. Художник-постановщик Джим Биселл принес мне модель самолета. Спросил, что бы ты с этим сделал. А я сказал Тому наполовину в шутку. А давай ты будешь висеть снаружи, когда он взлетает. Вы знаете, в детстве вы задаете себе такие вопросы, типа этого. Каково было бы висеть на крыле? Когда Макури предложил мне повисеть на крыле А-400, я сказал, ладно, да, давай это сделаем. Итак, утверждается, что все эти бессмысленные трюки Том Круз выполняет в своих фильмах сам. Тогда он очень неумный продюсер. Потому что фильм может просто закончиться, не начавшись. Никто не рискует своим проектом. Ну, умные люди. Особенно, я подчеркну, особенно. Особенно, когда в этом нет абсолютно никакого смысла. Не видеоряд от этого не стал лучше. И ни сама сцена от этого не стала дешевле. В этой миссии Крузу все еще не надоело выполнять опасные для жизни трюки самому. Более того, ему уже стало мало скал и крыш домов. На этот раз его потянуло на самолет. В этой сцене Том хватается за люк самолета и в буквальном смысле болтается, держась за него, когда самолет взлетает. В этой сцене также не было никаких дублеров и каскадеров. Во время трюка актера фиксировал страховочный трос, но никто не мог гарантировать стопроцентную безопасность. Во время съемок этой сцены у актера были надеты беруши и специальные линзы, которые закрывали весь глаз. Так что по факту актер ничего не слышал и не видел. Вдобавок, выхлоп двигателей самолета был чрезвычайно токсичен. Также проблема еще была в мусоре, потому что во время взлета самолета в Крузо прилетели камешки. По некоторым данным, один из них сломал актеру ребро, но официального подтверждения этому я не нашел. Но сам актер сказал, что это было похоже на расстрел. И это повезло, что в него не врезалась какая-то птица, потому что ощутилось бы как пушечное ядро. Так называемые спецэффекты, или как их еще называют SFX, от них не стоят дороже, чем аренда транспортного аэрбаса. Стал вопрос не только о том, как получить страховку. Я до сих пор не знаю, как ему это удается. Вопрос был в том, насколько ты готов рисковать жизнью человека. Том очень хотел висеть на самолете, цепляться за него, когда он в воздухе, очень хотел. В аэрбас не знали наверняка, выдержит ли самолет то, что мы придумали. Тони Тонер, военный консультант «Аэрбас». Мы смотрели на них, как начокнут. Пришлось их убеждать, я предоставил много рисунков и инженерных разработок. Я много беседовал с ними, чтобы они мне поверили. 15 секунд на ключевую позицию. Когда они нам поверили, они нам помогли. Было здорово. Включая еще риск, затраченные деньги на этот фильм, если Том Круз погибнет. Или получит какую-то травму, которая отвлечет его от съемок фильма где-то на полгода. С режиссером и командой актер общался с помощью знаков. К примеру, чтобы остановить съемки, он должен был дотронуться до своей головы. И что же мы в итоге имеем? Посмотрите, это же трюк для бедных. Посмотрите, вот он взлетает на самолете, на внешней подвеске. Как бы считается сам, без спецэффектов. Однако, что это дает фильму? Если это сделано с таким риском для жизни, и вправду он висел на внешней подвеске, то вопрос, зачем? Когда все то же самое можно гораздо лучше сделать в студии на зеленом экране. Субтитры создавал DimaTorzok и получить множество ракурсов, и получить крупные планы, и сыграть, наконец, лицом, а не этим вот размазанным в потоке воздуха блином. Я отчаянно пытаюсь устоять на ногах. И такое чувство. Просто самолет отрывался от земли, и я больше не мог удержать ноги в контакте с самолетом. Это фиаско, братан! Это невероятный кадр, когда он цепляется за самолет. Ему было весело. Джим Биселл, художник-постановщик. Все, что мы видим в фильме, это съемку практически с одного ракурса. Все то же самое я сниму в домашних условиях. За две копейки, а не за миллион долларов. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, в сети можно найти фото с дублером Тома в этой сцене. Скорее всего, не все дубли были отсняты именно с Крузом, и в некоторых был использован дублер. Ну, а я думаю, что для рекламы фильма был снят еще один фильм, в котором утверждается, что якобы трюки все делает сам Том Круз. Тому Крузу рассказали, как должна выглядеть сцена в кино, и что, мол, вживую тоже такое снять не получится, обязательно нужен зеленый фон и так далее. Но что Круз сказал, нифига, давайте попробуем снять это по-настоящему, на настоящем взлетающем самолете. Теперь там, где он лезет по небоскребу. У Круза также в полной мере удался штурм небоскреба в серии «Протокол Фантом». К тому же, это не просто небоскреб, а самое высокое здание в мире – башня Бурдж-Халифа в Дубае. Тому очень повезло, он буквально выпрыгивал из окон и бегал по отвесным стеклянным стенам здания. Возможно, это был самый эффектный трюк, который актер когда-либо выполнял в кино. Ради него актеру пришлось провисеть снаружи небоскреба несколько рабочих смен, потому что вертолеты могли зависать в воздухе максимум на полчаса. Камеры разряжались, поэтому сцену снимали маленькими фрагментами. Том Круз тренировался несколько месяцев перед съемками, но все же оказался не готов к порывам ветра на такой высоте и в результате несколько раз врезался в само здание. Если это и правда он сделал, то вопрос – он что, дурак? Он просто тогда самый глупый человек на земле, ибо этот кадр опять выглядит так себе. Между прочим, сцена, где Круз разбивает стекло снаружи, все-таки снималась в студии. А вот неудачный прыжок к своим, где его хватает команда, снимали на самом настоящем небоскребе. Все ради адреналина. Я же думаю, что все это сделано на макете в студии. Возможно, с элементами хромакея. И потом все это дело совмещено со съемками на натуре. Субтитры создавал DimaTorzok Потому что большинство фильмов именно так и снимается. Когда вы думаете, что все это где-то происходит в каком-то старинном городе, то всего лишь стена дома там настоящая, а все остальное – хромакей, где потом дорисовывается с помощью компьютерной графики старинные города или какие-то достопримечательности. Неопытный взгляд даже и не заподозрит в картине наличие спецэффектов. Так вот, в это сложно поверить, но на самом деле в Великом Гэтсби нет почти ни одной реальной локации. Единственная сцена, которая делалась по старинке, была снята в австралийском Сиднее. Все остальные образы Нью-Йорка прошлого века создавались на компьютере. Даже фасад величественного особняка Гэтсби и тот бутафорский. На съемках вместо него висела обычная синяя простыня. Ну а гонки на винтажных машинах по мосту на самом деле снимались вовсе не на мосту. Да и вообще в реальной жизни Ди Каприо и Магуайр просто сидели в машине и даже не трогались с места. И таким образом стена дома где-нибудь в Праге внезапно оказывается посередине какого-нибудь Амстердама или Лондона. Да, да, кино это иллюзия. Неужели вы думаете, что в чешском фильме «Масарик» для того, чтобы снять дверь дома на Даунинг-стрит, действительно ездили в Лондон и снимали эту дверь там? В администрации премьер-министра в Великобритании? Конечно же нет, эта дверь снималась в Праге. Я даже знаю, где это место. Сам Том говорил, что он никогда так не веселился, как на съемках этой сцены. А вот режиссер Джон Ву вспоминал, что ему было так страшно, что он не мог смотреть на экран из-за страха за актера, который прыгал с одной скалы на другую с одним страховочным тросом. В результате одного из таких прыжков на скальный карниз Круз ушиб себе ногу. Но результат того стоил. Перед съемками этой сцены актеру проводили консультацию скалолазы и профессиональные каскадеры. Но такой техники, как в фильме, в реальной жизни просто не существует. Все эти эффектные прыжки и подтягивания сделаны ради красивых кадров. Сцена, где он самостоятельно гоняет на мотоцикле по мокрому асфальту. Все трюки в сцене с погодей на мотоцикле в Париже в фильме «Последствия» Круз, как обычно, выполнял сам. Актер ездил без шлема. Каскадеры за рулем автомобилей были в основном местными, французами. И из-за незнания языка не всегда понимали, в какое время и где им нужно оказаться. Также отдельную опасность для актера представляли камеры. В моментах, где нам показывают Тома крупным планом, машина и мотоцикл были слишком близко друг к другу. Любое движение рулем и все могло закончиться плачевно. Плюс, иногда съемки проходили рано утром и на брусчатке была роса. А иногда снимали и после дождя. Так что из-за влажной дороги возникала еще и опасность заноса. Не принципиально, конечно, но по-моему это вообще не Том Круз. Посмотрите на линию роста волос. У его дублера явно залысины. Да и нос коротковат. Что в этом такого? К этому могли предъявить претензии только жители города, где он совершал, как он считает, опасное вождение. Еще здесь был момент погони на БМВ. Так вот, Том сам, естественно, водил машину. В том числе и дрифтил, врезался и съезжал по лестнице. Я делаю свободное движение с Томом. Очень хорошая движение. Большая бенча. Саймон, это меня делает меня все время. Потому что все остальное, сотни тысяч мотоциклистов каждый день рискуют своей жизнью. Я тоже считаю, что это возмутительно. И я тоже считаю, что этот транспорт не пройдет никаких краш-тестов в соответствии с теми, которыми тестируют автомобили. Однако, сотни тысяч человек мотоциклистов каждый день делают это. Что же в этом такого? Это все равно, что проехаться на велосипеде по магистрали. Да, эти люди не умны, но не более. Вот на этом я и хочу завершить свое видео. Всем спасибо за внимание. Если вам понравился такой формат видео, комментируйте, ставьте лайки. Ну и делитесь моим видео с другими, чтобы у меня было больше разного народа, разной аудитории на канале. Ну а Тому Крузу хочется пожелать, конечно же, новых фильмов. И именно делать фильмы, а не трюки. Потому что кино это всегда иллюзия. Именно за иллюзию мы любим кино. Потому что вы создаете тот самый сказочный мир, когда вы совмещаете реальность и нереальность. Нам же абсолютно не нужно, чтобы был плохой кадр, и при этом пострадал еще сам актер. Вот и все. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин